У нас остался один маленький, совершенно короткий доклад. У нас опять выступает представитель компании «Сканекс». Это Александр Маслов, главный специалист, заведующий лабораторией. Он также представляет институт лесовидения. Дорогие коллеги, я представляю инженерно-технологический центр «Сканекс» и институт лесовидения «РАН». И очень хорошо, что передо мной выступил уважаемый Александр Васильевич Букас. Наши коллеги из Рослесинфорга. Было много докладов по применению данных ДЗЗ в лесном хозяйстве. Мы узнали о том, как много есть новых данных, какая прекрасная техника стоит на вооружении и поставляется сейчас для нужд лесного хозяйства. Какие самые новые разработки используются для анализа структуры и состава лесов. Но я при этом хотел бы заострить ваше внимание на одной важной проблеме, о которой, по-моему, еще никто не говорил. О том, что главная проблема использования геопространственных данных в лесном хозяйстве – это полное или почти полное отсутствие таких данных у тех, кто ведет лесное хозяйство. Я хочу пояснить этот тезис, начав с того, что большинство докладов у нас шло, так сказать, на федеральном уровне. Наши уважаемые коллеги из Рослесинфорга и его филиалов представляют федеральный уровень Рослесхоза. Именно в этих предприятиях, в Рослесинфорге, аккумулируются огромные массивы космической съемки, аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения. На их основе ведутся кадастровые работы на землях лесного фонда, осуществляется государственная инвентаризация лесов, о чем как раз было сказано в предыдущем докладе. Также вот уже было показано, что с 2005 года ведется масштабный дистанционный мониторинг использования лесов. Там общая площадь его превышает 150 миллионов гектаров в зоне активных заготовок и не только в зоне активных лесозаготовок. То есть за эти годы, с 2005 года сформировано было несколько безоблачных покрытий, космической съемкой среднего и высокого разрешения практически на все леса Российской Федерации. Значит, опять же, на основе этих данных осуществляется лесоустройство, создаются различные виды геопространственной информации, различные лесные карты на цифровой основе, подчеркиваю, опять на цифровой основе, о чем опять же говорили наши коллеги. Все эти работы осуществляются квалифицированными специалистами на современной материально-технической базе. Вот брошюра была роздана Рослес-инфоргом всем участникам совещания. Значит, все это, конечно, так. Но при этом организации федерального уровня, то есть, в частности, Рослес-инфорг, не осуществляют собственное лесопользование. Я это говорю для тех участников нашего совещания, которые, возможно, далеки от лесного хозяйства. А кто же у нас ведет, собственно, лесное хозяйство? Лесное хозяйство сейчас, ведение лесного хозяйства, полномочия по его ведению, практически полностью переданы на региональный уровень. Значит, этим занимаются ответственные органы исполнительной власти. Ну, как правило, это Департамент лесного хозяйства или с похожим названием органы исполнительной власти в субъекте Российской Федерации. Туда же входят лесничество, лесопарки. Так вот, эти именно региональные органы полностью отвечают за охрану и хозяйственное использование лесов, в том числе за охрану лесов от пожаров, за лесовосстановление. Эти органы организуют лесные акционы, готовят документацию тендерную при проведении для тех, когда потенциальные арендаторы выкупают лес в аренду, например, на 49 лет. Значит, они должны знать, что именно находится на этой территории. Все это готовят, опять-таки, органы лесного хозяйства регионов. Значит, эти же органы обязаны ввести государственный лесной реестр, оформлять отчеты об исполнении хозяйственных мероприятий в лесах. Эти мероприятия проводят самые разные организации, включая арендаторов. Представляют федеральные органы материалы отводов лесосек, вот о чем, опять-таки, говорил Александр Васильевич Букость, по которым в ходе дистанционного мониторинга выявляется нарушение лесного законодательства. То есть, вот весь объем работы в лесах практически проводится на месте. А какими же материалами располагают департаменты лесного хозяйства, лесничество, лесопарки и арендаторы? Ну, за редкими исключениями, которые подтверждают только правила, эти организации не имеют доступа к материалам ДЗЗ. Вот ко всем вышеперечисленным в предыдущих докладах. Те, которые поставляются на федеральный уровень в Ростлесинфорк, и которые оплачиваются полностью из федерального бюджета. Субъект федерации, который ведет хозяйство в лесу, доступа к этим материалам не имеет. Также не имеют они, как правило, доступа к цифровым лесным картам, а работают по-прежнему с бумажными распечатками, на которых отсутствуют какие-либо координаты. Ну, правда, большинство субъектов имеет доступ к цифровым базам данных, и то хорошо. Но именно к цифровым картам доступа они не имеют. Не всегда, далеко не все лесничества до сих пор имеют даже навигаторы. Что там говорить о лесных картах? Ну, вот буквально недавно я разговаривал с лесничим на Урале, когда он узнал, что я представляю Scanex, он сказал, «Ах, это ваша компания, значит, поставляет ту съемку в Рослесонформу, по которой с меня осенью или в конце года снимают три шкуры за нарушения в лесу, даже за мелкие». Но его претензия была в том, что почему я, как хозяин леса лесничий, не имею этих снимков для того, чтобы планировать мероприятия, оптимизировать их и, соответственно, предотвращать все возможные нарушения. Ну, я им, в общем-то, почти ничего не мог ответить, что таково решение федеральных органов. Вот, хотя, конечно, я его полностью поддерживаю. Более того, даже квартальная сеть, то есть вот лесные кварталы, которые являются основной единицей ведения лесного хозяйства в лесу, они нужны для всего. Где, в каком квартале произошел пожар, в каком квартале готовится отвод, в каком квартале там нарушение или что-то, там при подготовке тендерной документации. Значит, опять-таки, только бумажные карты, квартальная сеть, то ли ДСП, то ли секретно. Вопрос дискутируется. Но в результате те организации и люди, которые непосредственно отвечают за лес, доступа к этим данным не имеют или имеют каким-то не совсем правильным путем. Ну, а что уж тут говорить о лесопользователях непосредственно на местах? Я имею в виду арендаторов, компаний лесные. Значит, они находятся в ситуации почти такой же, как вот соответствующие департаменты лесного хозяйства, но и выходят из нее как-то умеет, разными совершенно путями, ну, неофициальными, так скажем. В этих условиях, на наш взгляд, архиважное значение приобретает объединение усилий трех сторон. Объединение усилий трех сторон. Значит, во-первых, региональных органов, отвечающих за ведение лесного хозяйства в субъекте Российской Федерации, естественно, этот орган должен выступать как заказчик. Это главная сторона в этом треугольнике. Вторая сторона, ну, может быть, без важности, а просто вторая сторона, это компания-поставщик ее пространственной информации или одновременно компания-интегратор, представители которых выступали со множеством докладов на данной конференции. И, конечно, третья сторона, без которой ничего сделать нельзя, это филиал Рослесенфорга, в зоне ответственности которого находится соответствующий регион. Потому что именно филиал Рослесенфорга владеет вот всей информацией, которую нам рассказывали в предыдущем докладе и во многих других докладах. И без участия всех перечисленных трех сторон выполнить успешно работу по интеграции невозможно. Поэтому я хочу вам рассказать, что за последние два года Инженерно-технологический центр «Сконнекс» реализовал два проекта, вот таких именно трехсторонних, именно таких трехсторонних проектов. Первый проект – это создание геопространственной системы устойчивого управления лесами Владимирской области. Значит, заказчик, естественно, управления лесного хозяйства Владимирской области, партнер со стороны Рослесенфорга – Мослеспроект. И второй проект – это оперативно-дистанционный мониторинг сплошных рубок в осенне-зимний период на территории Гремучинского лесничества в Красноярском крае. Партнер со стороны Рослесенфорга – ВОССИПЛЕСПроект. Ну вот об этом проекте буквально два слова сказал Александр Васильевич Буков в предыдущем докладе. Итак, интеграционной основой для создания системы устойчивого управления лесами Владимирской области стало создание геопортала, который размещается на сервере, соответственно, в правительстве Владимирской области. Но основные преимущества геопорталов вы, конечно, знаете. Для лесников это многое было вновь. То, что с рабочего места инженера, с любого сотрудника департамента в перспективе, собственно, эти рабочие места должны быть установлены в каждом лесничестве, потому что во Владимирской области там есть доступ, в общем, достаточно неплохие каналы связи интернета есть. С тем, что с рабочего места мгновенный доступ к лесным картам, космической съемки, высокого разрешения для анализа ситуации в лесу и для принятия решений. Значит, соответственно, не требуется ни от департамента, ни от лесничества, не требуется закупка ГИС или какого-либо другого программного обеспечения, не требуется организация первого отдела для получения секретных данных, если это вот что-то, так сказать, там векторные какие-то данные, та же квартальная сеть. Значит, разносторонняя информация по лесам в любой точке области, возможность совместного анализа тематических растровых и векторных карт, возможность анализа изменений в лесах путем просмотра съемки, как предыдущих лет, карт лесоустройства и актуальные съемки сверхвысокого разрешения. И все это посредством обычного браусера, интернет-браусера. Вот. Ну и также туда входит, может быть, включена любая информация, но вот в конкретный проект было включено достаточно много различных карт и сервисов, включая карты очагов пожара, оперативный сервис, отслеживание пожаров, значит, тематические карты, вот у нас есть инфорга, ну, возможности поиска и, так сказать, возможность включения разных других слоев. Здесь я очень быстро пробегусь. Значит, это вот интерфейс, это такой обычный, вот слева, не знаю, насколько видно, мелкий шрифт, обычно, так сказать, слои, тематические слои, которые включаются-отключаются, могут подключаться совместно. Значит, границы области, соответственно, вот карта границы лесничества и квартальная сеть, векторные слои, соответственно, масштабируя, можно увеличивать до любого масштаба. Ну и, естественно, на фоне этой сети подложка в виде тематических карт лесоустройства, стандартных съемки архивной различной давности, то есть там десятилетней давности, пятилетней давности, сплошные мозаики безоблачные будут подложены, и в виде накидного монтажа съемка сверхвысокого разрешения последнего года-двух на территории области. И все это, соответственно, можно в разных вариантах комбинировать. Я тут очень быстро пробегусь. Значит, были еще дополнительные карты созданы, например, леса высокоприводоохранной ценности. Вот институт лесоведения, в котором я тоже работаю, РАН создавал карты торфяных болотов и осушенных торфянников, которые достаточно важно иметь под рукой в случае пожароопасного сезона, потенциальное распространение пожара торфяного. Очень важно знать, лесная охрана была, очень заинтересовалась этой картой как раз. Ну и стандартные карты, которые создаются по лесничествам, предоставленные, ну, еще дополнительно подготовленные мост-леспроектом, классификация лесов по пожарной опасности, по видам пользования, по преобладающим породам важнейшая карта, категория защитных лесов. Значит, что еще шло от компании Sconex? Значит, ну, тут просто темно на экране, тут не видно, ну, значит, вот шли сплошные мозаики. Мозаики была ARS, как более старая, предыдущего слоя был слой, ну, даже и лансата, как можно как совсем архивный слой использовать. Значит, сплошное покрытие с снимками Spot 5 с разрешением 2,5 метра, ну, и несколько слоев, ну, вернее, точнее, накидного монтажа спутников высокого и сверхвысокого разрешения. То есть, ICONOS, вот тут видно, как раз наложена еще и квартальная сеть, вот, GEOI, WorldView и другие спутники сверхвысокого разрешения. Значит, все это было на основе квартальной сети, ну, конечно, лесники знают, и тем более те, кто работает на земле в лесном хозяйстве, конечно, нужна повыделенная карта лесов, то есть в качестве эксперимента, вот, согласие, значит, МОСЛЕСПроекта была на одно участковое лесничество, была сюда же в этот проект заложена повыделенная карта со всей атрибутивной информацией, то есть на фоне съемки, вот на этом слайде, видно, что можно посмотреть буквально просто одним кликом мыши, посмотреть самую, так сказать, базовую информацию по конкретному выделу, состав, преобладающую породу, площади и так далее. Ну, и возможности еще, возможности, так сказать, сравнения ситуации карты со снимками, и со слоями актуальных, это, в общем-то, все понятно, как делается, была еще подгружена в качестве важной составляющей еще кадастровые карты Росреестры, причем здесь у меня только один слайд, я оставил, на самом деле, там несколько слоев, там и кадастровая стоимость, и кадастровая градация земель, масса несоответствий тут же выявилась, при совмещении всей информации очень наглядно выявляется вся несоответствие. Вот, ну, на этом все, проект был успешен, мы, конечно, ожидали его продолжения, но там возникла масса всяких организационных сложностей. Вообще-то он полностью готов к масштабированию в других регионах. Второй проект, о котором частично сказал Александр Васильевич Букость в предыдущем докладе, это оперативно-дистанционный мониторинг сплошных рубок. Значит, мы проводили такую работу, значит, в трех регионах, это была Вологодская, Архангельская области, Красноярский край. Во всех трех регионах эта работа со стороны Сканекса шла абсолютно бесплатно. То есть, две территории мы делали по собственной инициативе, а третью территорию, которая по инициативе администрации Красноярского края, то есть, опять, это была трехсторонняя администрация края, вот СИПЛЕС-проект и Сканекс, ну, все работали бесплатно, можно сказать, для администрации Красноярского края. Ну, такой пилотный проект. Ну, были получены интересные результаты. Какие тут задачи, о которых уже говорили? Нужен переход к непрерывному, а именно к круглогодичному, высокочастотному мониторингу, потому что, если нарушения в лесах выявляются через полгода, то часто уже арендаторов или там тех, кто производил работу, рубку, уже и след простыл, как какая-нибудь компания, однодневка. Соответственно, если это выявляется в процессе работы или, так сказать, какой-то короткий срок после их завершения, в течение недели-двух, то ситуация совершенно другая для привлечения виновников к ответственности. Вот. Но при этом, при этом, значит, хотя мы, как компания Сканекс, всегда говорили о том, что необходимо в работе по мониторингу использовать данные зимние, отказывались, избрали только с мая по сентябрь. Значит, вот в этой работе шла зима, и была показана очень высокая эффективность. Но при этом разные спутники, то есть в течение декабря у нас работали несколько другие спутники, не те, как зимой себя показали лучше некоторые те операторы, которые, соответственно, летом некоторые другие. Ну, например, РСБ с очень высокой чувствительностью в темных условиях показался наилучшим образом. Вот на этой табличке представлено вы сможете ознакомиться. Ну, как выявляются нарушения, вы знаете. Как они выявляются, это тоже. Ну, в общем-то, я заканчиваю. Единственное, я хотел добавить, как к докладу Александра Васильевича Букасе, что по радарной съемке, мне, конечно, очень интересно, что Совзонд проводит работы по выявлению применимости, но мы вообще-то три года поставляли съемку АЛОС-ПОЛСАР всем филиалам Рослис-Инфорга на те участки, которые были не покрыты оптической съемкой. Они абсолютно эффективно дешифрировались с предприятиями и сдавались в рамках программы государственного мониторинга. Поэтому после нескольких лет работы с радарной съемкой, ну, можно, конечно, еще раз показать ее применимость на тех же данных, ну, или надо использовать данные более высокого разрешения. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо.